Привет! Хоть за окном и осень, но всегда хочется, чтобы окна были чистыми и мы видели картинку окружающей нас действительности, что называется, в 4К. Поддерживать их в чистоте задачка не сказать, что простая, потому что либо самому вручную мыть, лезть, стоять на подоконнике и рисковать, либо вызывать специально обученных людей задорого и изыскивать еще время на то, чтобы все это производить. Короче говоря, и то, и другое большой стресс. Поэтому существуют роботы-мойщики, и вот один из них. Отвел Zorro Z4. Это недорогая модель, которая может полностью решить вопрос с мойкой окон. И, кстати, не только их. Ну вот, об этом мойщике я и расскажу в данном ролике. Начнем, конечно, с распаковки. В коробке мы находим самого робота, адаптер питания с длинным кабелем, целых 5 метров, так еще и с резьбовым соединением, чистящие кольца, одна пара уже установлена на самом Z4 салфетке, и тоже одна пара на роботе, страховочный трос и пульт дистанционного управления с батарейками типа 3А. Их нужно две, есть они сразу в комплекте. Конечно, не забыли и про пакет документации. Инструкция тут подробная, отвечает на все вопросы, и, конечно, она на русском. В комплекте поставки есть мерная на 100 миллилитров бутылочка с распылителем. В самом роботе распылителя тоже нет, поэтому распылять мы жидкость ему будем вручную. Для этого советую приобрести вот такую фирменную их жидкость от компании Atville. В составе вода подготовленная, чтобы это не значило, изопропиловый спирт, оптимизированная смесь ПАВ. Пенится эта штука не будет и работает, кстати говоря, она не только с Atville и подойдет для любых других мойщиков окон. Zoro Z4 сделан из практичных и крепких материалов. В процессе тестирования он несколько раз падал, но без последствий. На верхней плоскости, помимо кнопки включения, находим красную ручку из толстого кожзама. Это практичное решение для переноски дрона, но вот сколько эта ручка проживет, открытый вопрос. Переворачиваем мойщик и увидим на дне те самые чистящие кольца, на которые надеваются комплектные салфетки. Кольца и салфетки сменные, что хорошо. Одной из главных фишек модели Zoro Z4 стала его компактность. Вот, например, высота корпуса тут всего 71 мм. Благодаря этому его можно использовать, например, на окнах с решетками. Давление, с которым робот присасывается к поверхности, составляет 2800 паскалей. Этого достаточно для качественной уборки и чтобы пылесос надежно держался на вертикальной поверхности. Но учтите, что оторвать его рукой довольно легко. Отвел Zoro Z4 не беспроводной мойщик, как вы успели понять, но в его недрах есть аккумулятор на 650 мАч. Если внезапно исчезнет питание, мойщик провисит на окне еще 15 минут. Не так, чтобы много, поэтому не стоит оставлять устройство без присмотра. Также не стоит пользоваться этим устройством без страховки, особенно на внешней стороне окна. Здесь использована продвинутая система навигации. Когда мойщик не пропускает отдельные участки, он передвигается от рамы до рамы, а потом направляется к точке, откуда производился запуск чистки. Моющие диски робота интенсивно вращаются. Собственно, это и есть уборка. Ватвел это называют имитацией ручной мойки. Есть тут опция двойного прохода, что помогает избавиться от каких-то неприятных пятен. Есть и заранее предустановленные алгоритмы прохода робота, которые можно выбрать с самого пульта. Есть автоматическая уборка, а также локальные проезды влево-вниз или вправо-вниз. Распыления жидкости у данной модели нет, ну такая классика жанра. Поэтому специальную моющую жидкость придется распылять либо на салфетке, либо на стекло. Вот только перебарщивать с моющей жидкостью не стоит, могут оставаться разводы. А первый проезд по стеклу производитель советует делать на сухую, чтобы не образовалась грязь и удалились крупные частицы абразива. Качество мойки мне понравилось. Грязное стекло, особенно если проходится дважды на сухую и с моющим средством, действительно хорошее. А что тут с углами рамы, спросите вы? Да, остаются хоть и небольшие, но участки, куда робот подойти не может. Для наиболее качественной чистки извольте доплатить и купить квадратного мойщика. Вроде того же Z7 от все той же компании Atville. Zorro Z4 можно использовать и для очистки кафеля, но чудес не бывает. Застарелый известковый налет от воды робот отмыть не может. Зеркалами без рамы Atville Zorro Z4 справляется. Но есть один неприятный нюанс. У робота нет боковых датчиков высоты, из-за чего он может попросту свалиться, не поняв, что выходит за рамки поверхности. Работает Atville Zorro Z4 довольно шумно. Этот звук можно сравнить, ну разве с работающим роботом-пылесосом на максимальной мощности. Я не даром в начале видео сказал, что Atville Zorro Z4 это доступная модель. В рознице этот робот можно найти дешевле 10 тысяч рублей. А пользы от этой штуки гораздо больше. Особенно если вам приходилось мыть несколько окон и тем более лоджию, вы меня хорошо поймете. Модель, конечно, довольно простая. Здесь и давление создается не такое высокое, здесь нет встроенного распылителя и, наверное, еще бы датчиков хотелось побольше. Но по совокупности характеристик и тому качеству уборки, которую обеспечивает Atville Zorro Z4, модель явно достойна внимания. И предложение это довольно интересное. Ну а у меня все. Если остались вопросы про этот робот-мойщик Atville Z4, пиши в комменты, там мы и общаемся. Лайк, подписка, все как обычно. Пока-пока.